В Самаре продолжаются масштабные работы по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Работать нужно оперативно по каждому объекту. Об этом на совещании в администрации главам департаментов напоминает Олег Фурсов. Нужно обязательно отследить, чтобы необходимые трубы, лотки, подушки бетонные были в наличии, складированы в месте вскрытия, с тем, чтобы не растягивать все это на месяца. И надо организовать работу в три смены. Четыре дня все-таки это долго. У нас ремонты по городу идут, по основным трассам. И перекрывать вот такую улицу, конечно, хотелось бы в минимальном объеме, на минимальные сроки. Тема подготовки города к зиме стала ключевой на совещании в администрации. Уже к ближайшей пятнице в полной боевой готовности должны быть все теплотрассы и котельные. По муниципальным котельным ситуация такова. 31 котельная на сегодняшний день подготовлена на 100%. На 26 котельных завершаются ремонтно-профилактические работы. Процент выполнения этих работ порядка 92%. Работы планируем завершить в срок до 25 сентября. Заранее сформированы бригады дворников и кровельщиков. И по поводу бригад, которые работают на крышах, надо подследить, чтобы у всех были допуски для работы на высоте. Службы благоустройства также готовы к бою со снежными заносами. Вся техника от мини-тракторов до снегоплавильных машин только ждет сигнала. В этом году городской парк спецтехники пополнили 57 современных машин. Закуплены и едут в Самару еще 7 единиц. В случае форс-мажорных ситуаций планируется дополнительное привлечение на договорных отношениях 56 единиц. Но это в основном самосвалы для вывоза снега. Полигоны для вывоза снега подготовили заранее. Заготавливаются противогололедный реагентом. Продолжается поэтапный переход всех городских служб на использование бионорда вместо песочной соляной смеси. С этого года все тротуары будут обрабатываться этим реагентом. Для коммунальных служб зима обещает быть горячей, а для жителей – теплой и уютной. Обещают в департаментах ЖКХ и благоустройства. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков.